Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшена Россия. Мы когда-то рассказываем о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня своей коллегой Екатериной с YouTube-канала Катя с вами приехали в деревню Кукуевка, Глазуновского района Орловской области. Как всегда, будет интересно. Смотрите до конца. Поехали! Здравствуйте, дедуль! Здравствуйте! Как жизнь деревенская? По моей! Скажите, а сколько в деревне жителей живет? Все дома закрыты. Какое-то можно пересчитать. Сколько раньше жителей было? Много было. Было 28 домов. Жители были. И в школу мы ходили, в Новополево. А теперь народ. Кто уехал, кто умер, кто что. У нас тут и конюшни были, и телятник. Моя мамка ухаживала за цыплятами. Сначала сделали, прям на лугу огородили. Цыпляты были, потом утяты. Утяты уже на той стороне, там у нас пруд. У нас тут каскад прудов был. Каскад? Ну, конечно. А почему Кукуевка такая название интересная? Ну, видимо, мы тоже думаем, может, здесь у нас кукушки всегда. У моей тети, у меня троюродный брат, ее сын. А где он живет? В соседней деревне. А в какой деревне? Да вон, Салтыково. Салтыково? Да. А как доехать до нее? А там дороги у них нету. На лыжах, они вдвоем с матерью живут. В деревне сколько человек живет вообще? Вот они вдвоем, они постоянно живут. И все. Летом дорога есть? Ну, а летом дорога есть. А вы держите... Ничего мы не держим. У нас вот барбос, его стреляли, резали. Я не знаю, чей. Он бестолковый, как они говорят эти. Вот он бестолковый. Но мне думать, я знаю, кто это, чей-то барбос. И они его пристрелили, он валялся. Я пришла, мне жалко, он шевелится. Я говорю, вы хоть его добейте. Они поехали его резать, что ли, не знаю, сколько они ударов ему. Они уехали, а он ко мне приполз. Я никуда деваться-то, живая душа. Ну, вот и вот. Он охотниче похож? Он похож, ну, теперь он наш. Хозяин хотя бы любить его. Не знаю, кто его, может, хозяин отпустил, он тут вообще, наверное, посторонний. Потому что он у них то ли какую-то эту сожрал курей, то ли еще что-то. На том конце-то у нас там же люди живут, он забор и забор и все, видите? А то как за забором. Ну, фига, у меня забор, я и так не хуже всех знаю, кто нужно. Вот вы пришли, поговорили. В каком лет? Мне будет в следующем году 70 лет. О, юбилей. В колхозе где работали? А я в колхозе мамке помогала работать. А так я весь класс кончили в Глузуновке, ну, в Новополию, а потом в Новополию два года учился. А потом с подругой уехали в Ленинград. А потом из Ленинграда тошно стало, не хуже скучливый человек, приехал назад. И в Орле я работала все время, в общем, сколько, 72-го года. И вот на пенсию как пошла. А в Орле где работали? В Орле в строе я работала, в Смудово. А кто самый старый житель здесь остался? Из постоянных жителей мы с мужем. Самый старый житель. Здесь свое все. Это вам за рассказ, держите. Ой. К чаю. Я, пап, спасибо. Да не за что. Я вам рассказала. Вы так много сказали, активно рассказываете. Да, у меня муж говорит, у меня брат, он в Куракино живет, в столхозе Куракинском. Он говорит, как ты с ней живешь? Она меняет. Он всегда раздражался, если я что-то начал рассказывать. Ну, как без разговоров жить? Да, конечно. А он говорит, она у меня как разба. И радио не нужно. Да, я рассказывала. Радио бабушка. Ты спишь. Спишь уже. И вам спасибо. Глядь, чай какой нежданный подарок. Вы скоро смотрите кино в интернете, я думаю, вас увидят дети. Вас как зовут? Меня зовут Симанина Нина Александровна. Очень приятно. Я стихий пришел. Ну ладно, давайте стишечек. У меня много в это самое. Расскажите стишечек. Вот я здесь не только могу вынести что-нибудь так прочитать. Я и для маленьких детей. У меня внучка родилась, маленькая сейчас. Вот. И для маленьких детишек тоже. Поэтому. Ну вынесите какой-нибудь стишок, прочитаете? Сейчас принесу. Давайте. Мисочку. Давайте. Жалко. Жирненькие кошки, я смотрю. Ага, жирненькие. Вон мешков. Мешков мешков. Ух ты, кормишься. А сколько он стоит сейчас? У меня тут есть вкусняшечки для дорогих собак. Сейчас мы его покормим стреляной. На. О чем я и смотри. Смотри. На. 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 Хороший. Иди сюда. Иди-ка, смотри. Смотри, что есть. Как заморозил. Да нет, первый стишочек давайте. Вот, у меня, глянь, сколько тут. Я сейчас сначала как это. А давно пишешься в стихи? Со школой. Уго. Угу. У меня в школе, когда я в Новополе училась, у меня пятерки были. Главное лучше. Смотрит бабушку в окно. Как же быстро все прошло. Вот была я молода. Только, кажется, вчера красовалась в зеркалах, полушалках и шелках. А сегодня, посмотри, лишь морщиночки одни. Но улыбка все цветет. Значит, жизнь моя идет. Жизнь. А в газете не публиковались ваши? В нашей, да. Я публиковалась. А я с ним училась вместе. Карев, Евгений Петрович. Мне, вы знаете. За окном все бело-бело. То зима к нам прилетела. Белая, пушистая. С инием искристым. Смотрим, смотрим мы в окно. Все на улице бело. И земля, и палисад, и калинок ровный ряд. Все в снежинках белых-белых. То зима к нам прилетела. Слушайте, супер вообще. Это не то, что супер. Это не супер. Вы такая бабушка веселая, энергичная. Заряжайте энергией. Конечно. Ну ладно, мы поедем, а то холодно и заворозит. Не шатен, я вас заморозил. Нет, нет, вы прям молодец. У меня там целая петрадка здоровая толстая. Мы к вам еще весной или летом приедем. Приезжайте. Тепло будет когда? Езжайте. Ладно, все. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, отъехали мы, друзья, немножко от бабушки. Решили проехаться по деревне. Сейчас заглянем в старый заброшенный домик. По моим оценкам здесь не живут лет 10, наверное. Дверь у нас приоткрыта. Да. Как всегда через окно. Фу. Там уж здесь теплее, чем на улице. Вот, копатели тут уже покопали. Ух ты, печурка интересная. Интересно сложенная. Для хрюшек. Ух ты. Эх, это жалко. Разбитый, красивый угол крушен. Ух ты. Вот это, да? Наборчик. Вот чугунный красивый. Кстати, только вчера, друзья, один подписчик написал, что в одном фильме написал 28 раз, я сказал, ух ты. Я обычно прямо даже стараюсь это вырезать, но тем не менее, надо все-таки пролетает. Ух ты, блин, опять сказал. От часов. Ух ты, блин, да что-то такое. Дубинка. Классная. Русская. Дубинушка. Возьму. Музей. Часы. Интарь, наверное, были. Ну, самое главное, залезть сейчас на чердак. Посмотрим, может, тут-то. Что-нибудь старинно. Интересные есть наличники от окошек. В общем, ничего-то. Сено тут хоронили. Поедем дальше. Вот, Акатя, тут ковшенчик тоже разбитый нашла. Что-то все побитое. Ах, не стану печерку не разбили. Как это часто бывает. Смотрите, друзья. Старая коночка осталась. Красивенькая. Катя решил гашки взять. В общем, все с находками. Ныряем в окошко. А здесь, друзья, у нас старенький домик из старого кирпича. Конечно, наполовину обрушился. Все держится на этом столбике. Это, вернее, печка была. Которую вздербанили. Если брать кирпичик, и все, все рухнет. Откладка старая. Симпатичный раньше был домик. Окошки полукругом. Сейчас, друзья, проезжали мимо забора. Кто-то живет там. Вы видели, прикольно такие игрушки. Игрушка классная. Классная машина. Свои! Трактор прикольный. Трактор. Мне кажется, там трактор нет, нет, нет. Вот, смадерный. Да, игрушки снимаем ваши. Мы кинопраж в деревне снимаем. Вот, увидели, прикольное. А что прикольного? Ну, необычного вертолетика, как с малетик. Уже зрения нет, ну, сам как бы это, варю. И цигушки сами сделали, да? Да. Интересно. Чермейти, вот. Чермейти нашел. Вот это бы целый был, да, советского периода? Нет, крыши не было. Крышу сам сделал. А, ясно. Как Т-150 ездить на дороге чистят. Прикольно. Я это хотел КамАЗа сделать. Хотел КамАЗа крана сделать. Как бы. А только игрушки делать, или еще что-то есть? Готовь. Почему будет? Я вообще машинами занимаюсь. Машининки интересных. Чего нет? У меня москвич 80-го года. Такая модель. А? Здесь есть лижевский, да. Вот этот мотоцикл, я сам делал. Сидел, сидел, думаю, зимой делать нечего. Так не тиртует. Ну вот мы и обратили внимание. Вот этот трактор, вот я делал. Ага. Вот эти чистеренки с 99-й задние. Это с Каленвала. То есть продумал, как бы сделал. Вот этот, думаю, дуй, дай, будь, озеро сделаю. Не, ну классно, вообще шикарно. Нет, ну просто. Как бы людям интересно. Ну вообще что, поэтому мы остановились. Снимать. Ух, три машины. Две. А на них даже чистится. Ничего себе. Ух ты. Классно. И трактор не нужен. Нет. Нет, на него вот этот. На Ниве. Прикольно. Нет, это. Ну как на Ниве. Каждый по-своему с ума сходит. Трактор поехал. Ветки низко висят. На Т-150 он не проедет. Ну а что делать-то? Вот сам себе. Приладил. С 99 мотор поставил. И это, с болгарки редуктор, через два редуктора. И все поднимается, опускается. Ну это все делается. Как бы я не на публику, я не работаю. Вот я делаю, делаю. Мне делать нечего. Вдруг я там, мозга, ну не осозреет это все. Он на колесах давно был? Нет. Или сейчас ездил. А, даже сейчас ездит, да? Конечно. Ничего себе. Ну да. Последний раз, когда ездили? Год назад заводил. А я его перегнал с кургана. Отсюда вот. Ничего себе. 2600 километров. Я на нем приехал. И за ним ездили туда? Нет. Я на нем приехал сюда, в гости. Назад вернулся. Его с учета еще раньше транзиты ставили. И обратно? И обратно на нем. У меня за три месяца 10 тысяч. Обалдеть. А вот за эту хрень... За багажник. А? За багажник. Да. Я бочку с бензином ставил. Ух ты. Чтобы не заливать, чтобы на ходу заливаться. Ничего себе. Торпеда. Нет, это, как говорят москвич, это не машина. Да, ну, этот москвич отъездил. Сколько? 80-го года? 80-го года. Я его сдавать не буду. Я его весной весь разберу. Немножко голуби, куры попасрали. Я никогда его не сдал. Это, как сказать... Память. Это память. Не память. Он мне верой и правдой отслужил. Столько. И вы с кургана родом, что ли? Я вообще с Казахстана. Откуда? Такого города? А? Такого города? В Каменогорске. Мы родились, выросли в СССР. Это точно. Ты согласен? Да. А я родился, вырос в Казахстане. Я в Казахстане в армии 70-м. На какого? 70-й год. Ух ты. И голуби тоже. Конечно. Ух ты. Голуби сами поселили. Сами прилетели просто и все, да? Да. Они сами прилетели. Я их не угоняю. Тепло здесь. Тепло здесь. Тепло здесь. Да нет. Они сами согревают, да? Тепло. Я сейчас на ночь закрываю и все. Вон вода налита. Зерно всем сыплюсь. Что за парк? Нет, не думайте, что деревня вообще забита. Я как бы это... В деревнях еще люди живут. Просто тут денег вложено, а смысл отсюда уезжать? Ну, конечно. Корни хорошие пустили. Дело в том, что как бы все как бы это... Ну, люди, кто-то в город стремится. Я города не хочу. Я города. Город это суета. В деревню, ты видишь, посняли немножко, посмотрели. То есть, как направление ветра. Я утром посмотрел, какой ветер, куда направление. Здорово. И все, он крутится, он сам поворачивается. Это срок. Что-то еще будете делать? Конечно, буду. Сейчас зимой, сейчас что-нибудь придумаю. Вертолет хочу сделать. Ух ты, ничего себе. Хочу вертолет сделать. Я лопасти уже нашел. И куда повесить его? Он опять на забор. Ни у кого не будет у меня. Летом приедем, посмотрим. Все, всего хорошего. Давай, счастливо. До свидания. До свидания. Я красный. Я вообще мужик огонь. Когда ты не встретишь в обычной деревушке. Ну что, друзья, вот такой у нас получился фильм. Надеюсь, вам понравился. Как всегда, поделитесь с вами эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. Ну, а если хотите посмотреть Катину версию фильма, переходите к ней на канал по ссылке в описании. До новых встреч, мои дорогие. Пока. 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 Пока.